МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Объемная программа в 59-й Чебоксарской школе открылся 3D-класс. Дороги российские и методы американские в Чебоксарах опробуют технологию укрепления дорог из США. Чистый четверг в столице Чувашии стартовали субботники. Вопросы безопасности в период пасхальных праздников обсудили на совещании главы Чувашии. Богослужения и крестные ходы пройдут во всех 175 храмах республики. Ожидается, что в них примут участие не менее 35 тысяч человек. Михаил Игнациев обратил внимание руководителей органов местного самоуправления на необходимость дополнительных антитеррористических мер. При этом надо предупредить население, что будет усилен контроль на входах в храмы, установленной рамками металлоискателей, чтобы люди отнеслись с пониманием. Праздничные пасхальные мероприятия пройдут в учреждениях культуры и образования в местах массового отдыха. Охранять правопорядок в эти дни выйдут усиленные наряды сотрудников органов внутренних дел. В Чувашии началась генеральная уборка после зимы в столице республики. Первый субботник выпал на православный праздник «Чистый четверг». Он состоялся сегодня в сквере Константина Иванова. Вооружившись вениками, граблями и мешками, столичные власти вышли на субботник вместе с жителями города. Навести порядок под бодрящую музыку решили порядка 200 человек. Даже Баба Яга не осталась равнодушной. Как отметила Ирина Клементьева, такие нестандартные субботники станут традиционными. Их главная цель – сплотить людей общим делом. У нас приближается Пасха, мы все убираемся у себя дома, хотим навести порядок. И поэтому точно так же в городе тоже сегодня в «Чистый четверг» мы должны прибраться. Мы должны быть вместе, беречь город, убираться в городе, чтобы порядок, чистота сохранялись весь период летний. Ну и зимой, конечно, не пачкать. Участники субботника собрали 130 мешков сухих листьев и мусора. И это только начало. На территории Московского района будет порядка 50 акций. Средняя численность составляет одной акции от 50 до 100 человек. Горожане все-таки понимают, что это наш общий дом. Следующие общегородские субботники запланированы на 15 апреля в 9 часов в мемориальном комплексе «Победа» и сквере Чапаева. Помимо уборки территории, в городе будут высажены деревья и цветы. Татьяна Филатова, Андрей Шоклев, Республика. Состояние дорог после зимы – притча во языцах. Уже только ленивый не говорит про вторую российскую беду и не ругает дорожных рабочих. Между тем, ремонт идет. Наша съемочная группа выехала в Чебоксарский район и увидела, как восстанавливается один из сложных участков. Этот участок дороги Вятка был построен более 10 лет назад. И в течение 10 лет здесь не проводился капитальный ремонт дороги. Естественно, она пришла в негодность. И здесь появились, например, вот такие ямы. Это одна из самых небольших. Ремонтная организация решила не ремонтировать ямы, а проводить ремонт вот таких больших участков. И ремонтники обещают, что в течение 4 лет ни они, ни водители не будут обращать внимание на этот участок дороги. Она будет в нормальном состоянии. На этом участке в 15 километров дорожники работают с конца марта. В день удается отремонтировать в среднем километр. Именно из-за того, что не латают ямы, а закрывают большие участки дороги. Ежедневно здесь работают две бригады. Мы ремонтируем в Чувашии по нескольким технологиям. Это, значит, вот как здесь традиционная технология, это горячим асфальтобетоном погода позволяет, технология позволяет. В более такие тяжелые периоды проводим ремонт литым асфальтобетоном. Всего в Чувашии ремонтом занимаются 4 подрядные организации. Как только погода наладилась, все вышли на дороги латать дыры. В дорожном хозяйстве есть понятие – ненормативная яма. Если повреждения дорожного полотна не вписываются в параметры 60 сантиметров в длину, 15 в ширину и 4 в глубину, то ее должны заделать в течение суток. Ямочный ремонт – это необходимая мера для обеспечения безопасной эксплуатации дорог. Ну, одним только ямочным ремонтом, к сожалению, дорогу не спасти. Тем более, если на дороге проходят межеонные сроки ремонта. 4 года на верхний слой покрытия. 20 мая все организации должны закончить ямочный ремонт. Дальше их ждут участки, где нужно проводить капитальную реконструкцию полотна. Министерство транспорта и дорожного хозяйства сейчас пересматривает систему аукционов. В апреле месяце практически закончатся конкурсные процедуры по определению подрядчиков на работы по ремонту дорожного покрытия на этот год. Но с этого года мы хотим вообще поменять систему и определять подрядчиков по ремонту на следующий год уже в этом году. Для того, чтобы в межсезонье, осенью, зимой наши подрядчики уже знали объемы на следующий год. И смогли по наиболее оптимальным ценам закупаться расходными материалами. Сейчас в приоритете капитальный ремонт тех магистралей, где он не проводился давно. Один из таких – участок автодороги Аниш и Бреси-АллатР. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Большое значение для сохранности дорог имеет технология. По приглашению столичных властей в Чебоксары прибыла делегация из США. Внедрение новых технологий по укреплению дорог – одна из главных целей визита. Обычным валиком, собственноручно, генеральный директор компании Сартрит Технологис наносит на небольшой участок дороги экспериментальный образец вещества. По его словам, это уникальное покрытие способно не только продлить срок службы дорожного полотна, но и сократить расходы на ремонт и строительство. Технология разработана на основе новых полимерных материалов, которые при смеси с битумом проникают вглубь асфальта и восстанавливают окисленную битум. Эта технология позволяет удлинить срок службы покрытия до 5 лет, в зависимости от степени интенсивности и поверхностного износа. Заокеанские гости имеют многолетний опыт в применении данного покрытия. Технология была запатентована еще в 80-х годах прошлого столетия. Быстрый и доступный способ защиты асфальта от разрушения оценили многие страны. В России он начал применяться несколько лет назад. Как технология, она приживется. И даже полоса, она достаточно еще лояльная по циклам переходов, то есть через 0 градусов. Они уже подписали контракты по работе в Крыму, ну и плюс по работам в Краснодарском крае, это аэропорт Адлера. Специалисты американской компании неоднократно проводили исследования. Вот некоторые результаты. После нанесения вещества проницаемость асфальта снижается на 90%, а прочность увеличивается в среднем на 40%. Столичные эксперты сделают свои выводы. Эффективность данной технологии можно будет судить через год. В течение года мы будем наблюдать, как ведет себя данный участок дороги, какие изменения на данном участке. То есть по истечению года будут проведены дополнительные испытания. То есть будет взята вырубка этого участка дороги и в лабораторных условиях будут проведены анализы. Как заявили представители ЖКХ, они всегда открыты для сотрудничества. Если технология покажет себя с лучшей стороны, то ее будут использовать в строительстве местных дорог. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. В конце прошлого года в Канаше довольно остро стоял вопрос вывоза твердых бытовых отходов с придомовых территорий. Тогда в ходе проверок сотрудники Канажской межрайонной прокуратуры выявили многочисленные нарушения. Все требования управляющей компании были устранены. Как сегодня обстоят дела в городе железнодорожников, узнала наша съемочная группа. В конце 2016 года по инициативе Канажской межрайонной прокуратуры было возбуждено 5 дел об административных правонарушениях. Внесено 8 представлений об устранении нарушений закона. В суды направлено 3 исковых заявления. Все они в отношении управляющей компании «Чистый город» и администрации города Канаж из-за несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов. Все акты прокурорского реагирования по результатам рассмотрения удовлетворены. Примененные меры прокурорского реагирования позволили стабилизировать обстановку, связанную с вызовом твердых бытовых отходов. В текущем году, по словам городских властей, жалоб от населения не поступало. На сегодняшний день проблема по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов устранена. Данный вид деятельности осуществляют две организации. Это ООО «Дорсельстрой» и ООО «Канажская городская ярмарка». Наша съемочная группа на месте убедилась. Мусорные контейнеры пусты. Регулярный вывоз мусора при участии городских властей налажен, но растаявший снег обнажил другую проблему. На ближайшем заседании рабочей группы при межженном прокуроре по вопросам устранения нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет рассмотрен вопрос вывоза мусора с прилегающей территории, с контейнерных площадок. Вопрос вполне решаем, особенно если к нему подойти сообща, уверены городские власти. К прилегающей территории к контейнерным площадкам будут приведены в надлежащее состояние в ближайшее время. Хочу призвать всех жителей города Канаж к общегородскому субботнику, который будет проходить 21 апреля. Радион Архипов, Сергей Адушкин. Республика. В книгу жалоб национального радио Чувашии поступило обращение от жителей деревни Черши Цивильского района. Люди жалуются, что весной во время таяния снега их деревню буквально смывает. А плотина, которая несколько лет оберегала от затопления, находится в аварийном состоянии. Наша съемочная группа выехала в деревню Черши, чтобы разобраться в ситуации. Раньше все талые или дождевые воды собирались по каналам и стекали к плотине. После банкротства совхоза «Заря» за гидротехническим сооружением перестали следить, передали арендатору. Предполагалось, что предприниматель будет ухаживать за плотиной и разводить в запруде рыбу. Но, по словам местных жителей, предприниматель воду слил, всю рыбу вывез. Теперь плотина в аварийном состоянии, а жители деревни во время дождей или весеннего паводка боятся затопления. По нашей деревне вот течет все время талые воды. Грозы пройдут, все, и течет, течет. Почти нашу деревню вот это смыло. С леса или оттуда, с полей, течет прямо на нашу деревню. Вода бежит. Запруда наполняла водой и мелиоративную систему. Теперь ручьи текут по всей деревне. В Распутицу здесь невозможно проехать, а жители оставляют машины у околицы и пешком идут до своих домов. Сложно проехать и скорой помощи. В начале апреля специальная комиссия проверила состояние плотины на готовность пропуска паводковых вод и обнаружила угрозу прорыва дамбы. Донный водоспуск находится в аварийном состоянии. Плачевное состояние, что уровень воды у нас падает и срочно его нужно восстанавливать. Во-первых, для того, чтобы противопожарная вода оставалась на своем же месте. Потом, для того, чтобы если случайно вот здесь в данный момент у нас прорывает помаленьку, но если полностью сорвет, то по уровню нижняя часть деревни, там 8 домов находится, это все вместе может смыть. Сейчас глава сельского поселения составил проект реконструкции плотины. Восстановление гидротехнического сооружения обойдется в 4 миллиона рублей. Данный проект имеет положительную экспертизу. Наши дальнейшие действия мы подготовим на сегодняшний день материалы для направления Минродыча вашей, для дальнейшего выделения денежных средств в федеральную бюджету. В деревне Черши живет 48 человек, но их спокойствие и безопасность важнее денег. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Новые грани восприятия. В одной из чебоксарских средних школ открылся необычный класс. В чем его особенности, какие предметы смогут изучать ребята, выясняла наша съемочная группа. Удобные кресла, 3D-очки, все как в кинотеатре. Вот-вот включится проектор и начнется фильм обучающий. Первыми зрителями стали родители и педагоги Чебоксарской 59-й школы. Чтобы своими глазами увидеть, как их дети будут изучать новый материал. 3D-видеофильмы по предметам позволят интерактивно, интересно, в 3D-очках, по-современному провести урок и учителю, в том числе, и ученикам. Будет привлечено внимание каждого ученика. Ролики небольшие, короткие, 7-5 минут. Физика, химия, биология. Из плоских страниц учебника эти предметы переходят в объемный мир графики. Некоторые ребята уже успели побывать на 3D-уроках. Был предмет химии. Проводились опыты, рассматривались ролики, как проводятся лабораторные работы, в ходе которых было ясно показано, что при смешивании кислот, например, и щелочей проводятся определенные коррозии, повреждения, которые явно просматривались. 3D-класс рассчитан на 16 мест, поэтому занятие проходит в два этапа. Пока одни смотрят ролики, другие решают задачи на интерактивной доске. Не только демонстрация какого-то предмета, темы урока. Это учитель может в течение самого урока останавливать, трансляцию рассказывать. То есть современные средства обучения позволяют интегрировать, в том числе, и традиционные формы обучения, которые нам уже привычны. 59-я школа пока что единственная в республике, в которой есть такой класс. Вполне возможно, что в скором будущем объемные предметы появятся и в других образовательных учреждениях. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Расиль Мухаммедов, Республика. Сороковые роковые чебоксарцам предлагают пролистать военный фотоальбом. Редкие кадры, сделанные Александром Коноваловым на службе с 1939 по 1945 годы, легли в основу фотовыставки «Шимурша Кёнигсберг. История одного военного фотоальбома». Черно-белая экспозиция открылась в художественном музее. В годы войны Александр Коновалов служил в 44-й отдельной корректировочной разведывательной эскадрилье. Молодому парню пришлось заниматься аэрофотосъемкой, фотографировать расположение войск противниц воздуха, обрабатывать эти снимки и составлять фотокарты. Автографировать надо было с высоты 1200 метров. И при том фотографировать нужно вот дать задание. Вот, от и до. Этот участок заснять обязательно. Никуда день денешься. Удирать не удерешь. Километров 50 в сторону, в тыл, к немцам залетели. Ну, куда деваться? Придет, немцы заблудение ввели. Они опешили, как это так? Самолет похож на наш, на немецкий, покер. И при том должен лететь именно в тыл к немцам. Километров на 50 в сторону. Так мы и улетели. Привезли только с собой несколько пробоин. Более 150 фотографий за каждой своя история. Мгновения долгих дней, месяцев и лет, проведенных вдали от родного дома в ожидании победы. Будни авиаполка и фотоотряда. Сцены того жизни солдат, военные пейзажи. Но главные герои – люди. Эти фотографии, которые представлены на данной выставке, раньше увидеть было невозможно. Они были под грифом секретно. Какие-то фотографии были под грифом секретно, и их увидеть было практически невозможно. Потому что это фотографии военных лет. Это военные летчики делали снимки. Здесь же на выставке можно увидеть и орудия труда военных фотографов. На земле сотрудники фотослужбы фотографировали вот этим фотоаппаратом. Формат тут кадра вот такой. Это вот такая кассета для него. Кто разбирается в пленочной фотографии, то отпечаток с этой пленки, контактной, имеет очень хорошее качество детализации. Они фотографировали с высоты, как вот сказано было, 1200 метров специальным оборудованием. Примеры этих работ тут есть. И Кенигсберг с высоты птичьего полета и отдельный аэродром немецкий. Чебоксарский фотограф, автор исторического фотопроекта Александр Мовчан, который дал этим снимкам вторую жизнь, часами мог рассказывать о технике и фотографиях. О том, как кропотливо обрабатывал каждый снимок, восстанавливал и реставрировал. В итоге получился уникальный фотоальбом, единственный в своем роде. Черно-белая история, рассказанная ветераном Александром Коноваловым, которому, кстати, на днях исполнится 97 лет, еще раз должна напомнить потомкам о тех, кому мы обязаны своей жизнью, о цене победы в Великой Отечественной войне. Музеи Чувашии вышли в финал фестиваля Дивы России. Это конкурс видеопрезентации среди регионов, городов, туристических маршрутов, музеев, гостиниц. За почетное звание Дивы России по ПФО в разных номинациях борются 47 проектов. Три из них из Чувашии. Это музей космонавтики имени Андриана Николаева, музей истории трактора и этнический двор верхних Чуваший Аликовского района. Отметим, что музей космонавтики представляет сюжет детской программы национального телевидения Чувашии «Бухты-Барахты». Итоги конкурса Дивы России подведут 28-29 апреля в Ижевске. В апреле 1954-го американский музыкант Билл Хейли записал песню «Rock around the clock», которая стала знаковой в новом музыкальном направлении. Много лет спустя, 13 апреля, день рок-н-ролла отмечают по всему миру. И, как выяснилось, даже в детских садах. Точное происхождение термина рок-н-ролл неизвестно. По некоторым источникам диджей Алан Фрид позаимствовал его у моряков. Они так называли морскую качку. Похоже ли движение, которое танцует под эту музыку на качку, судить сложно. Впрочем, в такие нюансы дошколят, и их родители не посвящали. У воспитателей была другая цель. Мы хотели показать и детям, и родителям, как красивый этот танец рок-н-ролла. Это танец нашей молодости, это своеобразная одежда, это такой настрой веселый. Но пританцовывать малыши наверняка будут еще долго. Очень уж заразительный ритм. Вчера в центре маутинбайка завершились игры финальной серии Суперлиги-2 чемпионата России по баскетболу. Чебоксарские ястребы не смогли сравнять счет в финальной серии с баскетбольным клубом «Тамбов». Вчера на домашнем паркете ястребы проиграли со счетом 70-81. Итог – второе место в плей-офф Суперлиги-2. Эту же строчку баскетболисты заняли и по ходу регулярного чемпионата. Такой результат можно назвать достойным для чебоксарской команды. Напомним, в прошлом году ястребы заняли лишь восьмое место. Наши новости и программы можно посмотреть на сайте ntrk21.ru, а также в соцсетях. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова